В небольшом городке, окруженном величественными сосновыми лесами и зеркальными озерами, жила темнокожая женщина по имени Лея. Она была известна своей добротой, силой духа и умением находить радость в самых простых вещах. Лея работала в местной школе, где преподавала искусство, вдохновляя своих учеников на творчество. Она мечтала о том, чтобы однажды открыть свою художественную галерею и делиться своим видением мира с окружающими. На одном из местных фестивалей, где яркие огни, музыка и смех заполняли воздух, Лея встретила белого мужчину по имени Алекс. Их взгляды встретились, и между ними возникла искра, которая быстро превратилась в пламя страсти и любви. Алекс был спокойным и надежным человеком, который работал механиком в местной мастерской. Он восхищался девушкой и ее талантом, и вскоре они стали неразлучны. Их любовь стремительно развивалась, и вскоре они узнали, что ждут ребенка. Через девять месяцев Лея родила тройняшек, двух девочек, которых назвали Ния и Сия, и мальчика по имени Кай. Радость материнства оказалась непростой для Леи. С каждым днем она чувствовала, что давление ответственности становится все тяжелее. Уход за тремя младенцами одновременно оказалось настоящим испытанием. Лея часто оставалась одна с детьми, так как Алекс работал на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. Она чувствовала, как страх и неуверенность накапливаются внутри нее, и в конце концов приняла трудное решение. Она ушла из их жизни, оставив Алекса одного с тремя младенцами. Алекс был в шоке и не мог поверить, что Лея ушла. Он чувствовал, как его сердце разбито, но понимал, что должен взять на себя ответственность за своих детей. Он стал заботиться о них, погружаясь в рутину, кормление, смена подгузников, бессонные ночи. Каждый день он находил в них смысл и радость, несмотря на трудности. Он брал их с собой на прогулки в парк, читал им книги и учил их смеяться. С каждым годом Алекс становился все более уверенным в своих силах, и его дети росли полные любви и заботы. Прошло пять лет. Алекс стал настоящим мастером в уходе за детьми, а тройняшки выросли любознательными и энергичными. Они часто спрашивали о маме, и Алекс старался объяснить, что она не смогла остаться с ними, но она всегда думает о них. Он рассказывал им истории о том, как они родились, о том, как он их полюбил с первого взгляда. Он воспитал в них ценности любви, поддержки и уважения. Они стали настоящей командой, всегда помогая друг другу и радостно проводя время вместе. Каждое утро, когда Алекс будил детей, они с восторгом встречали новый день. Они вместе готовили завтрак, смеялись и делились своими мечтами. Ния мечтала стать художницей, как ее мама. Сия хотела быть ветеринаром, а Каи-следователем. Алекс поддерживал их мечты, рассказывая о том, как важно следовать своим желаниям и никогда не сдаваться. Однажды, когда Алекс и дети гуляли по парку, Лея вернулась в город. Она долго думала о том, как могла оставить своих детей, и теперь, полная сожалений, решила, что хочет вернуться в их жизнь. Она увидела их издалека, Алекс играл с тройняшками, смеясь и обнимая их. Сердце Леи забилось быстрее от ностальгии и любви. Она решила подойти к ним, полная надежд на восстановление отношений. Когда Лея подошла ближе, Алекс заметил ее и замер. Он почувствовал, как его сердце сжалось, но он оставался спокойным и хладнокровным. Лея попыталась объяснить свои чувства, рассказала о том, как изменилась за эти годы, как много она поняла о себе и о том, что значит быть матерью. Она говорила о своих страхах, о том, как ей было трудно справляться с ответственностью и как она осознала, что сделала ошибку, покинув их. Но Алекс был холоден к ней. «Ты оставила их, когда ты им нужна была больше всего», — сказал он с горечью в голосе. «Теперь они счастливы, и я не могу позволить тебе снова войти в их жизнь только потому, что тебе стало скучно». Лея пыталась убедить его, что она изменилась, что хочет быть частью их жизни, но Алекс оставался непреклонным. Он знал, что для его детей важнее стабильность и безопасность, которые он им дал, чем возможность вновь столкнуться с той же болью, которую они пережили. Сердце Леи было разбито, но она понимала, что заслужила это. Она ушла, оставив Алекса и тройняшек в покое. В тот момент, когда она покидала парк, она ощутила, как ее надежды и мечты о воссоединении с детьми рассыпались в прах. Она знала, что ей нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах и понять, как двигаться дальше. Алекса продолжал воспитывать детей, полагаясь на свою силу и любовь. Он понимал, что, несмотря на тень прошлого, они все равно могут быть счастливы. Тройняшки росли, и каждый день они наполняли дом смехом и радостью. Алекса был благодарен за каждое мгновение, проведенное с ними, и знал, что семья — это не только кровь, но и те, кто остается рядом, несмотря ни на что. Он надеялся, что однажды Лея сможет простить себя и, возможно, найти свой путь к ним, но сейчас его приоритетом были его дети. Время шло, и тройняшки начали задавать вопросы о своей матери. Они слышали от других детей в школе, что у них есть мама, и иногда это вызывало у них чувство недоумения. Алекс старался ответить на их вопросы, но понимал, что не может полностью объяснить ситуацию. Он решал, что лучше всего будет, если они сами решат, хотят ли они встретиться с ней в будущем. Он не хотел, чтобы их жизнь была омрачена ее отсутствием, и старался создать для них яркое и счастливое детство. Однажды, когда Алекс готовил ужин, Ния подошла к нему с вопросом, «Папа, а почему мама не живет с нами? Мы же ее любим». Алекс остановился, зная, что этот момент настал. Он присел на корточке и посмотрел в глаза своей дочери. «Моя дорогая, ваша мама сделала трудный выбор, и иногда люди совершают ошибки. Но это не значит, что вы не можете ее любить. Она всегда будет вашей мамой, даже если ее нет рядом». Слова Алекса были полны любви и понимания, и Ния кивнула, хотя в ее глазах блестели слезы. «Я просто хочу, чтобы она была с нами», — тихо сказала она. Алекс обнял ее, понимая, что эта ситуация не будет простой, но он был готов поддержать своих детей в любой ситуации. Прошло еще несколько месяцев, и однажды Лея снова появилась в их жизни. Она пришла в парк, где Алекс часто гулял с детьми. Тройняшки играли на качелях, и, увидев ее, замерли. Лея подошла к ним с надеждой в глазах, но Алекс, заметив ее, сразу встал перед детьми. Он знал, что это может быть трудный момент для них. «Дети», — начал он, — «это ваша мама». Тройняшки посмотрели на Лею с любопытством и недоумением. Ния сделала шаг вперед. «Почему ты ушла?» — спросила она с детской непосредственностью. Лея, почувствовав, как ее сердце сжимается от боли, ответила. «Я была испугана и не знала, как справиться с тем, что произошло. Мне очень жаль, что я оставила вас. Я люблю вас и всегда буду любить». Алекс, стоя рядом, почувствовал, как его сердце наполняется горечью. Он знал, что Лея искренна, но он также понимал, что раны, причиненные ее уходом, все еще были свежи. «Вы можете поговорить с ней», — сказал он своим детям. «Но помните, что я всегда буду рядом, чтобы поддержать вас». Тройняшки осторожно подошли к Лее. Они начали задавать ей вопросы о том, почему она ушла, о том, что она делала все эти годы. Лея отвечала на их вопросы, стараясь объяснить свои чувства и страхи. Она говорила о том, как ей было трудно, как она сожалела о своем выборе и как мечтала о том, чтобы снова быть с ними. В этот момент Алекс понял, что, возможно, они могут попытаться построить новые отношения. Он не знал, как это будет выглядеть, но понимал, что для детей важно иметь возможность узнать свою маму. Это было непросто, и он знал, что потребуется время, чтобы восстановить доверие. Но он также понимал, что любовь может преодолеть многие преграды. Итак, они начали встречаться. Лея приходила в парк, иногда они вместе устраивали пикники, и Алекс наблюдал, как тройняшки начинают сближаться с ней. Это было нелегко, и иногда возникали напряженные моменты, когда дети выражали свои чувства по поводу ее отсутствия. Но Лея терпеливо слушала их и старалась быть рядом, когда они нуждались в ней. Прошло несколько месяцев, и хотя путь к восстановлению отношений был тернистым, Лея начала постепенно завоевывать доверие своих детей. Они стали проводить больше времени вместе, и Алекс, хотя и оставался настороженным, начал видеть, как Лея старается быть частью их жизни. Однажды, когда они все вместе сидели на траве в парке, Ния спросила, «Мама, ты будешь с нами всегда». Лея, почувствовав, как слезы наворачиваются на глаза, ответила, «Я надеюсь, что смогу. Я хочу быть рядом с вами и сделать все, чтобы вы были счастливы». Алекс, наблюдая за этой сценой, понял, что хотя их путь был полон испытаний, любовь и понимание могут помочь исцелить даже самые глубокие раны. Он знал, что это только начало, но был готов поддерживать своих детей и Лею в этом новом этапе их жизни. И хотя прошлое не исчезнет, они все вместе могли создать новое будущее, полное надежды, любви и понимания. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.